Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На Сочи надвигается циклон. Чего ждать и как готовиться, обсудили на заседании комиссии по ЧАЭС. Не в октябре, а в августе. Почти 85 километров автодорог в Сочи будут отремонтированы досрочно. Продать свои фрукты и овощи можно в нормальных условиях и без всяких сборов. В Сочи появились новые места для социальных рядов. Как выживать в горах и как правильно прыгать с парашютом – этому воспитанники сочинского клуба научились на слете юнормейцев в Туапсинском районе. На Сочи надвигается циклон. Это именно тот шторм, который принес разрушение в Грецию. Напомню, там сегодня погибли 6 человек, в том числе двое граждан России. На жителя Ростова-на-Доно и его сына упало дерево. В Сочи сегодня объявлено штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков, 11 и 12 июля в Сочи ожидается залповый ливень с грозой, возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 метров в секунду. Ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селий, в море есть опасность формирования смерчей. Резкое ухудшение погоды ожидается в ночь на 12 июля. Глава города поручил главам районов и руководителям оперативных служб заранее подготовиться к шторму. Нам необходимо принимать меры, чтобы наши жители были проинформированы, провести такие мероприятия, которые бы немедленно могли помочь людей эвакуировать, оказать содействие в ликвидации последствий. Жители и гостей курорта просят быть бдительными, принять меры по сохранности своего имущества, не парковать машины под деревьями и легкими конструкциями. Уже отработаны схемы возможной эвакуации жителей, особенно в тех районах, которые не раз страдали от ливней. Также ночью на опасных участках будут дежурить спасатели и сотрудники администрации. Патрули ДПС будут следить за обстановкой и при необходимости перекрывать движения на затопленных дорогах. Также Анатолий Пахомов попросил владельцев гостиниц проинформировать своих постояльцев об опасности горных рек. Основные осадки ожидаются именно в горах и уровень воды может подняться быстро, поэтому в ближайшие пару дней лучше отказаться от отдыха на природе. Вывозить или перерабатывать – это тема одна из самых обсуждаемых сегодня, причем не только на курорте, но и в других городах страны. О реформе отрасли и о строительстве завода по термической переработке мусора в Сочи в очередной раз рассказывал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Строительство таких заводов обусловлено изменением всей системы обращения с отходами в России. Планируется пересмотр тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, которые пойдут на обеспечение заводов по утилизации отходов и ликвидации свалок. По-разному установленные цены на твердые коммунальные отходы смогут мотивировать людей сортировать мусор, что существенно упростит процедуру его переработки. Идея реформы также связана с национальным проектом «Экология». Причем строительство заводов по термической переработке не отменяет создание мусоросортировочных предприятий. Сжигаться будут только безопасные фракции. К тому же завод поспособствует обеспечению сочинцев дополнительной электроэнергии, которой хватит примерно на 100 многоквартирных домов. Проект гарантирует, что завод в Сочи не будет производить вредных выбросов в атмосферу. В Сочи, как всем известно, существует такая мусоробоязнь, связанная с строительством мусорного завода. Есть плохой пример функционирования прежнего устаревшего мусоросжигательного завода, который больше отравлял атмосферу, чем решал проблему переработки мусора, и был поэтому закрыт. Значит, я убежден, что другого решения для Сочи на перспективе просто нет. Есть заинтересованные в том, чтобы сорвать этот проект. Иначе бы он так долго не согласовывался. Но я убежден абсолютно точно, что решение состоится, и оно будет в пользу строительства этого завода. Просто потому, что если этого не будет сделано, то на будущем Сочи можно поставить большой жирный кризис. Сортировка и переработка мусора давно стала нормой для ряда европейских и азиатских стран. Смогут ли сочинцы также показать пример всей России в решении этой проблемы, покажет время. Напомню, годовой объем отходов в Сочи сейчас это 387 тысяч тонн. Сегодня мусор из города вывозят автотранспортом на полигон в Белореченске за 250 километров от города. Ожидается, что объем отходов в регионе без переработки к 2027 году может вырасти почти в два раза. Ну а о деталях работы с твердыми коммунальными отходами сегодня говорили и на совещании у губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев встретился с представителями компаний, которые занимаются уборкой мусора, а также с экспертами в области его переработки. Уже к концу августа в регионе должна быть скорректирована территориальная схема обращения с отходами. Вениамин Кондратьев обратил внимание на недопущение при переходе на новую систему необоснованного роста тарифов. Соразмерность того, что мы сделаем и сколько жителей края будут платить, должна быть в приоритете. Соразмерность. Они должны платить за то, что видят, что что-то с точки зрения сбора мусора поменялось, улучшилось. А когда рекоператор по старому пришел и сказал, что он кратно поднимает в пять раз цену, за что? За то, что я водить буду отсюда, вот туда, и это мне будет дорого. Да зачем он тогда нужен, этот рекоператор, если уж по честному? И как людям объяснить, что ничего не поменялось, но он должен платить в пять раз больше? Соразмерность – это раз. И цена, и качество – это два. Платить – значит, за что? Вот это они должны видеть. Краснодарский край разобьют на три зоны, в каждой из которых будет работать один региональный оператор. Кроме этого, глава региона попросил согласовать все корректировки территориальной схемы обращения с отходами, с общественностью и экологами. Экспорт вина, современная мусоропереработка и выращивание экологически чистых продуктов. О перспективных направлениях сотрудничества на рабочем приеме в Москве говорили губернатор Краснодарского края и полномочный посол Финляндии в России. В дипломатической резиденции обсудили создание совместных предприятий, а также поставку кубанских продуктов на рынок Северной Республики. Наши коллеги расскажут о деталях встречи. Наше посольство находится на этом месте уже с 1938 года. Тогда было построено посольство, весь материал был привезен из Финляндии и большая часть работников также были финнами. За 80 лет в антураже этих залов почти ничего не изменилось. Деревянные столы и стулья 1930-х годов, картины, живописы в конце 19 века и даже люстра произведения искусства. Правда, канделябры все-таки пришлось приспособить под современные лампы. Ну, люстра, наверное, современная. Нет, 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 что бы, это тоже старая люстра. Наверное, она еще с 19 века, с того представительства, которое у Финляндии было в Петербурге во время автономии Финляндии. Несмотря на всю изысканность деталей, резиденция полномочного посла Финляндии в России по-скандинавски сдержана. Отчего не скажешь и национальной кухни северян. Шеф-повар посольства готовит закуски к официальной встрече с губернатором Краснодарского края. Тут и финский кофе, и традиционные булочки. Эта финская булочка, дословный перевод на русский звучит как булочка с масляным глазом, потому что в самый центр кладется кусочек масла, что придает пикантность закуски. Здесь же в резиденции со своей семьей живет и сам посол Финляндии в России Микко Хаутало. Поэтому прием главы Краснодарского края Венемина Кондратьева в этих стенах – проявление уважения и высокая честь. Международному сотрудничеству Краснодарского края Финляндии исполнилось 30 лет. За прошлый год внешнеторговый оборот Кубани с Финляндии превысил 82 миллиона долларов. В основном из южного региона в Северную Республику поставляли нефтепродукты и машиностроительное оборудование. Венемин Кондратьев предложил расширить границы совместных интересов. Среди перспективных направлений – выращивание экологически чистых продуктов, современная мусоропереработка и экспорт вина, которое, кстати, уже вошло в меню посла. В крае уже складываются определенные бренды, которыми гордится наш край, а я думаю, что являются они уже гордостью России. Это, конечно, наше вино, которое производится в Краснодарском крае. Поверьте, это по-настоящему качественное сегодня вино, которое по соотношению цены и качества, наверное, не уступает мировым винам. Мы просто просим равные условия, в том числе, чтобы мы могли зайти на финский рынок с кубанским вином и попытаться его завоевать. С точки зрения, как говорится, вкусовых приоритетов жителей Финляндии. Довольно часто с супругами ужинаем. Мы каждый раз заказываем именно украшенодарское вино. То есть я не понаслижки знаю качество, а там действительно есть хорошая вина. И просто так скажу, что в Финляндии, конечно, есть определенная система. У нас госмонополия на продажу. Если купанские вина как бы вот попадут в лавках, это монополия. Я думаю, что может считать это полученным достижением. Я думаю, что это вполне реально. Финны, как многие северные народы, люди не эмоциональны. И к деловым вопросам подходят с холодной головой. И то, что инвесторы из Финляндии действительно рассматривают возможность сотрудничества в области переработки мусора, говорит о детальной проработке вопроса. На Кубани сегодня насчитываются более 80 свалок. Ежегодно образуются миллионы тонн отходов. Но если взглянуть на них как на полезный ресурс, можно не только сохранить экологию, но и получить прибыль в виде энергии и вторсырья. Мы имеем около 4 миллионов кубометров мусора. Ежегодно. То есть, понятно, мы сегодня обеспокоены очень важной для нас задачей. Мы должны рассмотреть вопрос уничтожения. А если и захоранивать, то небольшой процент от того объема мусора, который останется уже и который не подлежит либо переработке, либо уничтожению посредством сжигания. И вот здесь для нас тоже это принципиально важная задача, которая требует скорейшего разрешения. Потому что оставить нашим детям, тем, кто будет после нас эту проблему, но она для них будет очень-очень дорогой в решении. Поэтому сегодня мы, конечно, максимально хотели бы тоже обратиться еще раз к финскому опыту. Мы сегодня ведем активные переговоры с компанией, которая готова применить финские технологии для того, чтобы мы рассмотрели вопрос переработки мусорных отходов. То, что вы сказали об этой одной компании, эта компания не только представляет свою технологию, это уже так, кластер там и другие компании, потому что это, наверное, имеет комплексный такой подход к этому делу. Я очень, я только сегодня утром связался с ними, они доложили о том, что они действительно так работают. Сегодняшняя встреча Венемина Кондратьева и Микко Хаутала стала третьей по счету за последний год. До этого посол Финляндии в России приезжал с визитом на Кубань. Поэтому назвать общение формальным, дипломатическим не получится. Благодаря конкретным решениям в Краснодарском крае сегодня уже работают три компании с финским капиталом. Александр Иванченко, Вадим Волков, Кубань, 24, Москва. Международный аэропорт Сочи за полгода обслужил более трех миллионов пассажиров. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Самыми востребованными маршрутами по внутренним направлениям стали Екатеринбург, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург и Симферополь. Среди международных рейсов популярностью пользовались Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент и Тель-Авив. Маршрутная сеть аэропорта Сочи пополнилась новым направлением. С июня началось выполнение регулярных рейсов в Дубай по понедельникам и пятницам. Почти 85 километров автомобильных дорог в Сочи будут отремонтированы досрочно. Изначально планировалось обновить полотно до середины октября. Сроки удалось сократить. Теперь ремонт на 63 улицах и один капитальный ремонт на Леселидзе будет произведен до конца августа. Об этом стало известно сегодня во время пресс-конференции. Подробности у Татьяны Говорковой. В Краснодарском крае с 2019 по 2024 год реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Ключевые задачи – сокращение числа аварийно-опасных участков и приведение муниципальных дорог к нормативам». В списке 1514 километров муниципальных дорог в перечень вошли те, по которым были обращения жителей, а также пути к социально значимым объектам и улице, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Контроль за качеством работ серьезный. «Управлением дорог был заключен муниципальный контракт на проведение работ по лаборатории, которая проверила состояние до начала работ и будет проверять их в сентябре-октябре месяце после окончания работы. Помимо этого, к нам в город приезжает Росдорнии технологии, это будет 18 августа, которая проверит также уже выполненные работы на все соответствия ГОСТам». В декабре после общественных слушаний был сформирован первый перечень дорог, на которых должен быть произведен ремонт в рамках нацпроекта в этом году. Речь идет о ремонте 63 улиц и капитальном ремонте улицы Леселидзе. Там ранее не было ни асфальта, ни тротуаров, ни ливневки и освещения. Всего же за этот год будет заасфальтировано 85 километров дорожного полотна. Уже завершены работы на 16 объектах. «У нас запланировано было окончание работ 15 октября этого года, именно вот что касается ремонта дорог в этом году. Эти сроки сейчас и по поручению губернатора Вениамина Ивановича, и по поручению главы нашего города, эти сроки мы сейчас сокращаем до 25 августа. Мы планируем закончить ремонт и капитальный ремонт на всех 64 объектах». 830 миллионов рублей – такая сумма будет выделяться городу ежегодно на протяжении еще пяти лет. Помимо федерального финансирования, деньги выделяются краем и муниципалитетом. Список дорог, на которых начнется ремонт в следующем году, появится в конце августа после проведения голосования среди жителей и по результатам общественных слушаний. Что касается сельских дорог, то там необходим капитальный ремонт или реконструкция. Для этого должен пройти конкурс среди подрядных организаций и составлен проект, поэтому строительная техника появится в отдаленных уголках города с 2022 года. «Будет заключен в этом году контракт на проведение строительно-монтажных работ в 2020 и 2021 годах. Поэтому в 2020 и 2021 годах у нас будут в основном улицы в рамках ремонта, то есть это будет не капитальный ремонт, не реконструкция, это будет ремонт. А та работа по проектированию, которая будет проведена в этом году, в следующем и 2021, эти улицы, которые будут, какая-то будет улица, именно это будет капитальный ремонт, на какой-то улице будет реконструкция, эти улицы у нас уже попадут в рамках БКД в работы в 2022, 2023 и 2024 годы». Также в рамках нацпроекта будут пересмотрены скоростные режимы, появятся дублирующие знаки, где надо сделают так называемые карманы. В 2022 году на перекрестке Горького-Войково в целях безопасности появится светофор. Для того, чтобы ни одна дорога не была упущена, к работе подключились депутаты. По всему городу ведется активная работа с ТОСами и квартальными. И так будет на протяжении всех шести лет нацпроекта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 12 июля в Сочи переменная облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 24, 26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. В Сочи появились новые места для социальных рядов. Занимают такие прилавки местные садоводы-огородники. В основном это пенсионеры. Расходы по соблюдению санитарных норм муниципалитет взял на себя. Как известно, главное увлечение сочинских пенсионеров – садоводство. А для кого-то и вовсе наличие огорода – жизненная необходимость. Приятное. Пожилые горожане совмещают с полезным и выращенные фрукты и овощи продают. Такая возможность у них появилась с появлением в Сочи социальных торговых рядов. Вот и Марина Бородкина. Несмотря на то, что проживает в квартире, членов семьи кормит продуктами, выращенными лично. Жильцы 10-го дома по улице Ясауленка придомовую территорию решили разделить на участки, с одного из которых пенсионерка и снимает свежий урожай. Огурчики там, помидорчики, яблоки посадили. Всего не купишь, а тут свое. Ну, остаются немножко излишки. Пошли там, ну, чуть-чуть продали, что-то есть. Пошли там мороженое детям купили. За место платить не надо. Социальные ряды нам как бы очень помогают. Спасибо нашему Пахомову за все, что он для нас делает. Потому что, ну, это как бы нам помощь, понимаете, хотя бы какая-то, к пенсии прибавочка. Домашние, свежие мои хорошие, вкусненькие. Дары нашего города. Инициатива создать в Сочи социальные ряды действительно принадлежит главе города. Первые такие прилавки в районах появились еще в 2016 году. Отклик нововведения получила как у продавцов, так и у покупателей. Последние теперь могут покупать свежие продукты, избегая перекупщиков. Именно поэтому ряды решили расширять. Ко всему прочему, они позволяют легализовать торговлю. Местные садоводы-огородники не должны торговать у обочин дорог, мешать уличному движению и вызывать протесты со стороны продавцов магазинов. Это сельскохозяйственные ярмарки, которые осуществляются на безнавозвездной основе. Заключаются договора с гражданами. Для того, чтобы получить договор, разместиться на этом месте, гражданину необходимо обратиться в администрацию внутригородского района по месту нахождения такого ряда, предоставить, конечно, документы, подтверждающие, что у него есть земельный участок, который он использует, выращивает свою продукцию. И в случае наличия мест договор с ним будет заключен. Данный договор носит безвозмездный характер, как я уже говорила. Позволяет нам бороться с несанкционированной торговлей. Это улица Черноморская, микрорайон Светлана. Такие же соцреды, а узнать их можно по деревянным прилавкам, можно найти и в Хосте, и на Бытхе. Место за таким прилавком оплачивать не нужно. А потому и продаются здесь сочинские овощи и фрукты по ценам значительно ниже магазинных. Социальные ряды будут и дальше появляться там, где это необходимо. Есть они и на ярмарках выходного дня. Из 240 мест – 70 для местных садоводов. Пока есть спрос, отмечают власти, будет и предложение. В ближайшие дни новые соцреды установят в микрорайоне Кудепста. К слову, работать легально власти города приглашают не только пенсионеров. Вести официальную торговлю призывают всех мелких огородников Сочи. По мнению мэра, важно следить за тем, чтобы эти места не заняли перекупщики. Главная задача социальных рядов – дать заработать местным производителям. А расходы для обеспечения санитарных норм муниципалитет взял на себя. Инга Габеши, Алексей Давыдов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Как выживать в горах и правильно прыгать с парашютом. Уникальное знакомство с жизнью войсковой части совершили воспитанники военно-патриотического клуба «Морской пехотинец» города Сочи. Это уже второй слет юнормейцев в поселке Огой Туапсинского района. История знакомства юных патриотов со специальным центром воздушно-космических сил России оказалась очень необычной. Один из руководителей движения «Юнармия» увидел репортаж по телевизору об этой воинской части. Идея привезти туда ребят получила всестороннее одобрение. И теперь школьники впервые проходят обучение в центре у военных. Это очень хороший пример. Очень хороший пример. И очень хорошая подготовка для детей. Потому что я с ними общаюсь. Спрашиваю у них, нужно ли это для них. Они с удовольствием все говорят. Это очень здорово. Мы никогда этого нигде не видели. И никогда это нигде не проходили. Это очень хорошая подготовка. За четыре дня 25 воспитанников военно-патриотического клуба «Морской пехотинец» смогли выучить порядок действий при чрезвычайных ситуациях, азы пользования парашютом и правильного спуска с вертолета на землю и воду. А еще совершили переход через горы. Они в течение года получают какие-то теоретические знания по тем или иным предметам. А летом это как раз та возможность отработать все то, что они узнали в теории, и отработать на практике. Но еще хочу заметить, что в первую смену в этом центре у нас принимали участие в первой смене воспитанники центра детского и юношеского туризма. А им уж выживание в природной среде очень пригодится при совершении каких-то походов и той деятельности, которой они занимаются. Это уже второй слет юнормейцев в поселке Огойту Апсинского района. Первый прошел в июне. Как оказалось, первую группу заинтересовали отнюдь не парашюты и самолеты. По прошлой группе очень привлекала медицинская подготовка. Неожиданно. Мы их пытались удивить тут и парашютами, но больше всего заявок и даже дополнительные занятия пришлось организовать из-за методического мастерства начальника медицинской службы моей. Очень всем понравилось. На базе центра школьники живут в палатках. Все, как положено, в военно-полевых условиях. Юнормейцы восхищены жизнью военных летчиков, которая, как им кажется, наполнена романтикой. Мне очень понравилось, как ходили на поход. Там нас научили, как правильно выживать. Нам показывали, как определять север, юг, запад, восток. Нас учили строить палатки, шалаши. Мне это очень понравилось. Я до этого думал с отлетчиком, теперь понимаю, как все это будет выглядеть. За лето обучение пройдут 60 школьников. Третий слет юнормейцев на базе войсковой части планируется в августе. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». В Сочи на детской площадке презентуют стрельбу из пневматического пистолета. В 2021 году в Сочи пройдет чемпионат мира по этому виду спорта. Экшн-эйр или стрельба из пневматического пистолета – одно из новейших направлений. Пневматические пистолеты работают на сжатом газе и стреляют пластиковыми шариками. В практической стрельбе из пневматики стреляют статичные и движущиеся мишени, стоя на бегу и из-за укрытий, как в кино. Как утверждают организаторы, если начинать тренировки сейчас, то есть шанс через два года попасть в состав юниорской сборной и выступить на чемпионате мира под флагом России. Презентация стрельбы пройдет на площадке нашего двора на улице Рос-61. Вход свободный. В Сочи открывается летний балетный сезон. В город с гастролями приехал Марийский государственный театр оперы и балета. С 13 по 18 июля на сцене «Зимнего» театр представит три спектакля мировой классики. Марийский театр оперы и балета в этом году отпраздновал свое 50-летие. Почти 20 лет театром руководит экс-премьер Большого театра Константин Иванов. И под его управлением театр стал одним из самых успешных коллективов России. Свидетельство тому гастроли по многим странам мира. Золотые и серебряные медали на самых престижных международных конкурсах. Театр много гастролирует и по России. Прошлым летом открыл первый фестиваль «Летние балетные сезоны» в Сочи. В репертуаре коллектива практически все классические балеты, оперы великих русских композиторов, лучшие опереты, современные хореографические спектакли, мюзиклы и рок-оперы. И нам очень приятно, что вы снова приехали к нам. Приветствую вас, Константин. Желаю нам всем замечательного начала летних сезонов балетных. Надеюсь, что у нас наше взаимодействие, наше содружество будет уже традиционным. И каждое лето вы будете к нам приезжать своей труппой. И мы будем наслаждаться вашим искусством. А вместе с нами будут наслаждаться и жители нашего города, и наши приезжающие к нам туристы. На этот раз в Сочи Морейский театр привез мировую балетную классику, спектакли Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Артисты обещают, что ценители их просмотрят, затаив дыхание с открытия занавеса до последнего па. Третьим спектаклем станет уникальная постановка балета Прокофьева «Золушка». Балет «Золушка» – это целиком полностью моя хореография. От первого дакта до последнего. Спектакль очень смешной, очень яркий. Он очень имеет много комических моментов. Очень сложная хореография для балерины. Балерина практически не уходит со сцены. Ее техника оснащена всеми элементами, сложнейшими элементами классического балета. Это «32 поэте». Мы после успеха прошлогодних гастролей едем сюда окреленные. Потому что тот прием зрителей, те отзывы в интернете и тот резонанс, который был для нас очень долг. Гастроли Марийского театра пройдут на сцене Зимнего театра «Сочи» с 13 по 18 июля. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok